Музыка Может быть, проезжая мимо, не каждый из нас обратит внимание вот на этот дом, который находится вдоль трамвайной линии на Красной площади. Он выглядит скромно, несколько затерялся, потому что рядом находится комплекс китайской стена, пятиэтажки, очень много рекламных вывесок. А между тем, вот это здание, которое луганчане-старожилы называют домом Воснёва, является первым высотным зданием в Луганске. В начале прошлого века первое, что бросалось в глаза приезжим, выходящим на перрон железнодорожного вокзала станции Луганск, это позавученное купола Николаевского собора и четырехэтажное здание на улице Банковской. Да, действительно. Это было самое высокое здание Луганска, так как в начале 20 века основная застройка Луганска была одноэтажная и трехэтажная дома. Здание Воснёва, являвшееся собой четырехэтажным зданием, находилось рядышком с самой высокой точкой Луганска, на которой находился Николаевский собор. Здание было подарено городу почетным гражданинам Луганска, купцом второй гильдии Сергеем Петровичем Воснёвым. Дом изначально строился подчас на женской семиклассной коммерческой училище, которое и было открыто в 1906 году. Главной наблюдательницей училища была невестка Сергея Петровича Воснёва, Людмила Мартыновна, имевшая звание домашней учительницы. А директором назначен статский советник Антон Вашемирский. Все воспитанницы училища носили одинаковую форму, внешне похожую на жандармскую. Поэтому в народе училище в шутку так и называли – жандармским. В архивах сохранились сведения и о, как бы сейчас сказали, в неклассной работе в училище Людмилы Воснёвой. Так, например, в одной из газет за 1916 год помещено объявление о том, что 22 октября в женском коммерческом училище состоится мероприятие, на котором директор училища произнесёт речь на тему «Краткая история женского движения в России». Затем прозвучит отчёт о заистекший год и розданы награды успевающим воспитанницам. Довольно-таки часто в училище устраивались литературные и танцевальные вечера, куда приглашали и мальчиков-гимназистов, которые, кстати, находились по соседству, в другом крыле здания. Дело в том, что в год открытия женского коммерческого училища не набралось достаточного количества учениц, и два верхних этажа были отданы под мужскую прогимназию. В которой юноши обучались 4 года. В Музее истории и культуры Луганска сохранились воспоминания бывшего гимназиста Виктора Седошова, который, кстати, в 40-е годы был главным архитектором нашей области. Тогда обучение велось отдельно для девушек и для юношей, а встречаться, конечно же, хотелось каким-то образом. И поэтому придумали такую традицию вечеринок общения. Это были музыкальные или танцевальные вечера, обычно на них читались стихотворения, декламации, басни, шутки, возможно, какие-то. Ну и, конечно же, проводились танцы. Танцы тогда были такие, вальс, полька и сложные названия танцев. Может, кто-то знает, кто-то нет. Под Испань, под Экатор. И очень приятный момент, и чувства вызывали именно момент танцев. Владимир Седошов говорит о том, что в подготовке этих вечеринок самым тяжелым, самым трудным моментом было подготовить программку вечера. Мальчики очень кропотливо расписывали программку. А труднейший момент, вот такой именно изготовления, и нарисовать нужно было виньетку. Когда уже наступал момент, и приходили девочки, происходило это все обычно целой группой, классом. Они заходили, раздевались в прихожей. И вместе со своими классными дамами, каждому мальчику нужно было по своему усмотрению выбрать девочку, которой он вручал эту программку. И потом уже целый вечер он не отходил от нее, и в его обязанности входило развлекать эту девочку целый вечер, чтобы ей не было скучно. Еще один момент, но скорее как бы он трагический, именно в судьбе Владимира Седошова. Он вспоминает о том, что как-то после уроков, а именно у них отменили шестой урок, и везде занятия проводились, а у их класса не было. Они спускались с товарищем по лестнице. Завязалась такая дружеская потасовка, ребята мерялись с силами, и под натиском очень больших сил, юношеских, под напором этих сил, лестница рухнула. Вместе с мраморными балясинами, и они кинулись бежать прочь оттуда, вниз по лестнице, надеясь на то, что никто этого не заметит. Но на следующий день в классе подошел их одноклассник, сверстник, сын директора гимназии Бондаря, и сказал, что их отец знает об этой истории, и скорее всего им грозит исключение из гимназии. Но помог опять же случай. Буквально через три дня зашли войска Красной Армии в город, и это здание было занято под госпиталом. После революции 1917 года училища и гимназии еще продолжали какое-то время работать, но училище стало называться Луганским городским восьмиклассным смешанным коммерческим. В течение последующих десяти лет в доме Воснёва располагались различные учреждения и учебные заведения. Обо всех подробно мы рассказывать не будем. Отметим лишь то, что именно здесь был создан Донецкий институт народного образования, который теперь нам известен как Луганский национальный педагогический университет. Педагогический состав Донецкого института народного образования, сокращенно один, но представлял собой специалистов высокого уровня, закончивших как зарубежные, так и отечественные институты. Например, преподаватель математики закончил Софиевский университет в Болгарии. Также был преподаватель, выпускник Дармштадтского университета в Германии. Преподаватель музыки закончил Петербургскую консерваторию. Также был преподаватель черчения, закончивший Московский археологический университет. И были преподаватели, закончившие Казанский университет, Харьковский. Это говорит о высоком уровне образования в этом учебном заведении. Является интересным фактом, что из Украинской центральной научной библиотеки была направлена большая партия научной литературы для создания фундаментальной библиотеки нового вуза. Было принято постановление о том, что библиотека вуза снабжается всей литературой, выпускаемой в СССР, в одном экземпляре. В начале 30-х годов в здание въехало областное управление НКВД. Во время оккупации Луганска именно здесь находилась немецкая гестапо. Кстати, когда в феврале 1943 года наш город был освобожден, одному из фотокорреспондентов удалось сделать уникальный снимок. Возле дома Воснёва на заснеженной Красной площади расположились воины, освобождавшие Луганск. После освобождения города и до 1977 года это здание принадлежало КГБ. Затем здесь отпраздновала новоселье поликлиника завода имени Ленина. Мы много рассказали вам о доме, который луганчане называют домом Воснёва. И, наверное, будет несправедливо не рассказать о человеке, на средства которого этот самый дом и построен. Итак, Сергей Петрович Воснёв. «К сожалению, мы не можем показать вам его фотографию. Её нет ни в архиве, ни в музее. И сведений об этом человеке сохранилось тоже не очень много. Известно лишь то, что он начал трудовой путь простым бондарем. Как он нажил свой капитал? Об этом в городе болтали разные. Кто говорил о том, что Воснёв получил хорошее наследство, кто-то с уверенностью утверждал, что он нашёл клад. Некоторые обыватели ехидно шептались и о том, что купец выгодно женился. Существует и версия, что богатство Сергей Петрович нажил исключительно своим умом и трудом. Как бы там ни было, мы знаем, что купец второй гильдии Сергей Воснёв был очень состоятельным человеком. Он торговал лесом, скотом, держал конюшни. У него были собственные магазины и склады. С 1892 года Сергей Петрович исполнял должность церковного старосты в Николаевском соборе. Известно, что он выделял большие средства на содержание церквей. За помощь в содержании Николаевской церкви купец был награждён похвальным листом. А за усердную работу в области просвещения ему были пожалованы серебряные и золотая медали на Станиславской ленте. А после Октябрьской революции новая власть в духе того времени конфисковала у Воснёва всё нажитое за долгие годы имущество. Также было решено, что и дом, в котором проживал купец, слишком велик для одной семьи. Для проживания Сергею Петровичу был предоставлен полуразрушенный домик, который находился на том месте, где сейчас располагается Институт культуры и искусств. Затем власти решили, что и этого жилища слишком много для бывшего купца. В те годы луганск или луганчане начисто забыли все добрые дела, которые совершал Сергей Воснёв, помогая городу развиваться. И только служители церкви помнили его благотворительность. Купца, оставшегося под конец жизни нищим, приютила Казанская церковь. В последнем пристанищем пожилого человека стала ветхая старушка при этом храме. Какие чувства испытывал Сергей Воснёв, проходя мимо зданий, бывших когда-то его собственностью? Таял ли обиду на людей, которые просто вышвырнули его на улицу из родного дома? Наверное, так, хотя он никогда не выказывал своё недовольство во всеуслышании. Люди, знавшие его, говорили, что последние годы жизни он провёл в молитвах, смиренно принимая все испытания, которые выпали на его долю. Он повторял, Бог дал, Бог взял. Умер Сергей Воснёв в Луганске в начале 30-х годов. Вот такая история у этого дома, дома Воснёва, первой высотки Луганска. В эти двери входили гимназисты, сотрудники НКВД и впоследствии КГБ. Здесь располагалась немецкая гестапо. Уже позже, в мирное время, здесь лечили и до сих пор лечат людей. Донецкий институт народного образования, образованный здесь в доме Воснёва, впоследствии стал называться Луганским национальным педагогическим университетом. И мы, сотрудники радио и телевидения, тоже должны отдать дань уважения этому зданию. Почему? Потому что вот здесь, на пятом этаже, располагалась первая в нашей области радиостанция. И именно отсюда, с этого черточка, 15 декабря 1927 года в эфир впервые прозвучали позывные «Говорит Луганск, работает радиостанция». И это были первые шаги Луганской областной телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова